Пока одни красочные авто завершают очередной круг, другие трассовые модели стоят на изготовке. Нешуточная гонка здесь идет уже который час. Показать себя на Солигорской трассе сегодня не терпится многим. Второй этап чемпионата первенства Республики Беларусь по автомодельному спорту трассовой модели каждый год собирает в Центре технического творчества десятки лучших гонщиков с всей страны. В этот раз за звание победителя соперничали 26 участников. Соревнования проходят всегда очень оживленно. Соревнования всегда проходят в таком командном духе, потому что когда один спортсмен участвует в заезде, остальные представители команды стоят в виде механиков и помогают ставить модель, если вдруг она где-то выезжает и выходит с трассы со своей. Поэтому оживленно, спортсмены всегда очень волнуются, потому что гонять на большой скорости свои модели это требует хладнокровия, это требует сосредоточенности. Машина на поворотах где-то надо скорость уменьшить, на каком-то другом участке наоборот скорость увеличить. То есть в этом проявляется все мастерство самого человека, который управляет данной моделью. Каждый пройденный поворот зрители провожают, затаив дыхание. За пять минут гонщики должны совершить как можно больше кругов. Поломка во время заезда – роскошь непозволительная. Чтобы модель не подвела в нужный момент, перед стартом каждый участник тщательно обследует свое творение. В создании гоночной модели – целое искусство. В ход идут глубокие знания технологии, материалов и многих ремесел. Плюс ко всему, каждому спортсмену необходим кейс для ремонта и обслуживания модели. Такой с собой привез и Владислав Арашкевич. Готовился где-то неделю, так как я занимаюсь с раннего детства. И сейчас мне нужно намного меньше времени, чем это требовалось ранее. Сегодня я проехал лаптайм, это подготовительную гонку. Я пока что второй. Дальше будет видно. За три дня состязаний шесть команд из Солигорска, Минска, Орши и Гродно успели совершить более 30 заездов. По итогам турнира почетное первое место завоевала команда Солигорская ООС ДСААФ. Второе место заполучили ребята Минской команды. Третье место досталось команде Гродненская ДСААФ.